привет давненько на канале я ничего не рассказывал про ноутбуки от сяоми или redmi в основном по причине того что с последнего видео по этой теме а это были игровые ноутбуки me gaming laptop версии 2019 года особо в этом сегменте ничего нового не выходило и вот буквально недавно на официальном сайте сяоми я обнаружил новый аппарат redmi book 13 если честно то новым его можно назвать с некоторой натяжкой а дело все в том что старый добрый mi air 13 и 3 дюйма просто перекочевал в линейку redmi получив на борт новый процессор десятого поколения от intel по большому счету корпус остался в прежних габаритах и практически полностью выполнен из алюминия размеры по длине ширине и толщине в сложенном состоянии составляет 307 195 и 18 миллиметров изменилась и толщина рамки вокруг дисплея теперь по трем сторонам ее ширина составляет 9,96 миллиметра в нижней части экрана рамка чуть толще а добились они такого результата благодаря тому что убрали веб камеру и и тут попросту нет как и в 14 дюймовом ноутбуке экран тут с разрешением full hd 1920 на 1080 точек с антибликовым покрытием и углом обзора в 178 градусов яркость дисплея составляет 250 не к сожалению информации по типу используемой матрицы я нигде не нашел могу только предположить что это и ps по крайней мере опираясь на вот эти фотографии из отзывов реальных владельцев также судя по вот этой фотографии подсветка клавиатуры в ноутбуке отсутствует redmi book 13 имеет следующие разъемы и интерфейсы два входа usb 3.1 первого поколения с заявленной скоростью передачи данных до 5 гигабит в секунду эта информация с официального сайта также имеется разъем три с половиной миллиметра джек для подключения наушников или гарнитуры и интерфейс hdmi версии 14 вот собственно и все картридер к сожалению отсутствует ровно как и отсутствует разъем type-c вместо него тут какой-то проприетарный разъем для зарядки по беспроводным интерфейсом имеется 2 диапазонный вайфай модуль и bluetooth версии 50 также имеется возможность беспарольной разблокировки ноутбука посредством фитнес-браслета если таковой поддерживает данную функцию звуковая система состоит из двух динамиков по 2 ватта каждый что же касается времени автономной работы то производитель заявляет до 11 часов разумеется это время указано с определенными оговорками при обычной нагруженности в смешанном режиме я думаю треть из заявленного времени можно смело отнимать в ноутбуке установлен аккумулятор на 40 ватт час а комплектный адаптер питания на 65 ватт с поддержкой быстрой зарядки способен зарядить ноутбук до 50 процентов за 35 минут на данный момент по железу имеется две конфигурации redmi book 13 и отличаются они только процессорами в обоих случаях это четырехъядерный восьми поточный энергоэффективный процессор от intel в младшей версии установлен intel core i5 10 210 ю с базовой частотой 1,6 гигагерца в режиме turbo boost а 4,2 десятых старшей конфигурации установлен intel core i7 10 510 ю с базовой частотой 1,8 гигагерца а в режиме turbo boost а 4,9 за графику отвечает дискретная видеокарта geforce mx 250 с двумя гигабайтами видеопамяти gddr5 а за хранение данных твердотельный накопитель sata ssd на 512 гигабайт объем оперативной памяти в обоих случаях составляет 8 гигабайт ddr4 с частотой 2666 мегагерц к сожалению данный объем является окончательным и увеличению не подлежит памяти распаяна на материнской плате поставляется ноутбук с предустановленной китайской windows 10 home edition и пакетом офис который нужно активировать в течение 6 месяцев с момента выпуска ноутбука в противном случае лицензия офиса аннулируется стоимость китае на сегодняшний день стартует с отметки в 4199 юаней обычная цена будет 4500 что примерно составляет 645 долларов и судя по наличию отзывов на официальном форуме сяоми продажи в китае уже начались помимо этой новинки на данный момент сяоми также обновили еще две модели своих ноутбуков это ми ноутбук про 15 и 6 и redmi book 14 в обоих случаях апгрейд коснулся только процессоров теперь эти ноутбуки продаются с новыми энергоэффективными камнями от intel 10 поколения по остальным ноутбуком производителя пока все остается в конфигурациях 2019 года в общем вот такие новости из ноутбучного направления сяоми на сегодняшний день у меня были для вас спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки если она понравилась или было полезным а с вами как всегда был влад канал близкий обзоры техники всем всего хорошего и до новых встреч скоро увидимся всем пока